Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Игорь Завьялов. Торгуем по системе. Система никогда не спит, коллеги, даже и в маленькие праздники. И Игорь, наш коллега, трейдер из Санкт-Петербурга уже с нами. Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, коллеги. Какие новости на рынке? Что показывает ваша система? На чем зарабатываем? Вы знаете, ну, особо что-то такое, кого-то чем-то удивить, наверное, сегодня не получится, потому как все, наверное, видят, что у нас рынок долгое время стоит в неком флейте, но только отдельные инструменты показывают какую-то интересную динамику. Здесь скорее речь идет о нескольких компаниях, ну, естественно, в том числе и Сбербанк, Норникель, например, тот же самый интересную динамику показывает, относительно которых еще можно что-то показать. Ну, также можно сказать, что, например, индекс РТС все прекрасно видят, где находится, в какой фазе рынка и сколько он там будет находиться, тоже большой вопрос на текущий момент. Поэтому, насколько будет интересно, не знаю, но в такие межпраздничные дни торговать – то еще удовольствие. Вот, возможно, здесь не идет речь о каком-то глобальном заработке, а о спокойной, тихой, уютной торговле, возможно, в каких-то краткосрочных позициях, скажем так. Да, давайте посмотрим, определимся, каким будет у нас шаг к первому миллиону долларов, друзья. Ну, а первый шаг начинается со скромных шагов. Вот сегодня давайте его и сделаем. Пишет интернет. Виден, да? Все, видим хорошо. Внизу нажмите на «Скрыть» на белой полосе, чтобы полностью все было видно. Да, да, нажмите. Вам слово. Ну, вот, как раз-таки то, о чем я говорил. Фьючерс на индекс РТС – наш наиболее, наверное, ликвидный инструмент, который торгуют многие на срочном рынке. Видим прекрасно, где он находится, наверное, чего повторяться. Флетовое движение. В очередной раз мы пытаемся перейти к верхней границе данного, можно сказать, боковика. Да, и что будет. Конечно, всегда хочется надеяться на пробой вверх, тем более, что у меня цели куда-то выше по данному активу. Посмотрим. Пока, честно говоря, динамик оставляет желать лучшим. В прошлый раз мы обсуждали компании золотодобывающие, да, например, тот же самый Петропавловск, он прекрасно отработал, открывали позиции, зона подбора у него находилась ниже. Теперь это можно уже совершенно спокойно отметить. И все-таки с большей вероятностью я считаю, что данный актив еще не закончил свое восходящее движение. Возможно, нас ждет какой-то дополнительный бонус в виде достижения той же самой волшебной зоны 2618-2864 относительно первоначального импульса, который здесь присутствует на графике. Ну, а также основная целевая зона – это ретест консолидации, которая была выше, пробита, не протестирована, не устаю это повторять. Здесь, скорее, это видно не наш, четыре, наверное, все-таки день нужно посмотреть. Я прошу прощения, я просто нахожусь не на основном своем рабочем месте, поэтому интернет, возможно, будет подтормаживать несколько. Вот та консолидация, тут диапазон цели, по которому, на мой взгляд, высоко, то есть 31,230. Ближайшие цели находятся ниже, в районе 28,600. Также видна консолидация без пробоя. То есть рынок ходит от консолидации до консолидации в неких каналах, на мой взгляд. И также присутствует прекрасно заметный шартовый импульс. Если хорошо присмотреться, то цель коррекции 50% к нему не отработана. Также основные уровни коррекции – это 38,2-236 – также находятся примерно в том районе, куда мы и ждем данный актив. Так, относительно норникеля, да, интересная ситуация, дневной график и все, в принципе, то, о чем говорилось еще до этого. Я прошу прощения, опять же, за некую радугу, но, к сожалению, мне без нее никак. Зона сопротивления, зона при пробое, конечно, становится поддержкой, как обычно. Ну и я все-таки считаю, что цель ее у актива выше, потому как неоднократно уже об этом говорилось, что относительно первоначального импульса зона, на мой взгляд, не достигнута. Вот так, наверное, как-то это будет более ясно и понятно. То, чего я жду. Здесь же находится зона окончания импульсного движения относительно первоначального импульса в локальной волне. Так, это что касается каких-то интересных именно активов, которые были. Еще смотрели мы Яндекс. Яндекс также, на мой взгляд, интересен на текущий момент. Открывались позиции. И все отработало. Опять же, все зоны, которые были сопротивлениями и целевыми, потом становятся поддержками при правительстве. И также ожидается актив куда-то выше, вот в этот район замечательный. То есть с таким же успехом я ожидаю движения пока на север по данному активу. Что касается «Ложка дегтя», да, как говорится, вот эта замечательная компания, на которой не раз говорилось, да, не хотелось бы, чтобы это было, но... Точнее, никогда такого не было, и вот опять. То есть... Сейчас цвет изменю для наглядности, что я имею в виду. Здесь также присутствует диапазон. На текущий момент хотелось бы думать, что цикл отработки диапазона внизу завершен. Вверху мы видим три последовательно понижающихся максимума. Цели по активу не изменены. Для меня понимание, что они находятся несколько выше на текущий момент. И жду все-таки актив куда-то в район 770-880. По крайней мере, это первые ближайшие цели, которые можно обозначить. Есть вопросы, точнее, бывает по аэрофлоту, поэтому немножко заострю на него внимание. Конечно, основное мое видение по данному активу находится в обзоре на канале, но, тем не менее, если рассматривать ближайший импульс в шорт, выполнена коррекция в районе 50%. Естественно, зоной, вернее, уровнем поддержки будет являться уровень 76, как обычно. Но я все-таки считаю, что актив может быть ниже, а, возможно, еще глубже, ниже. То есть движение на перелогу текущий локальный, который у нас сейчас сформирован. Ну и, в принципе, пока это подтверждается, более того, относительно локального шортового импульса мы не выполнили ту зону, в которую с большей вероятностью обычно приходим. Зона 161,8, 176,4. Она как раз совмещена с зоной ретеста консолидации, которая находилась у нас здесь. Также, ну, опять же, золото добывающие компании, здесь уже более мелкие таймы, да. Полюс прекрасно стартовал и также прекрасно закончил. Что касается полиметала, здесь более интересная ситуация. Системно я торгую именно ретесты консолидации, а также отталкиваюсь от уровня отработки по сетке. Виден диапазон, выход из этого диапазона сейчас прекрасно пока отработали. Да, я понимаю, что это отскок, но, тем не менее, такие отскоки, на мой взгляд, неплохо было бы брать. Конечно, здесь зона подлежит уточнению по более мелким таймфреймам, но пока, в принципе, и этого хватает. Тому как я считаю, что цели все-таки по ретесту, по крайней мере, локально. То, о чем я говорил, что сейчас проблематично торговать именно какой-то, возможно, на средний срок. Потому как ситуация на рынке в том же самом S&P 500, если посмотреть, S&P 500 его штормит в разные стороны. И неравен час, как говорится, все может закончиться не очень красиво для данного инструмента. Естественно, ни один актив не останется равнодушным, если вдруг S&P 500 и полетит вниз. Посему нужно быть осторожным, торговать с какими-то короткими стопами и просто держать в голове, что все, как говорится, возможно. Игорь, у меня все, наверное, на сегодня. Спасибо большое. Давайте включаем. Ага, остановим демонстрацию рабочего стола. Все, спасибо. Я вот тоже смотрю на рынки, в полном раздумии. А вам не кажется, что что-то большое может произойти? Да, я неоднократно об этом говорил. Если взять тот же самый индекс S&P 500, но только не фьючерс, а сам базовый актив, то есть именно сам индекс, то мы находимся в очень опасной зоне, в очень опасной зоне. И полностью с вами согласен, что есть такое чувство, какая-то чуйка, да, что что-то назревает, и назревает что-то непонятное. Посему призываю и призываю быть всех осторожными. Ни в коем случае, конечно, это не торговая рекомендация, но, по крайней мере, иметь достойный хед в своего портфеле, возможно, находиться в каких-то коррелирующих коротких позициях по отдельным видам инструментов. На мой взгляд, да, вы абсолютно правы, Игорь. Что-то не то, скажем так, что-то не то. Я с тревогой смотрю как-то на это такое общее благо, какое-то, так сказать, благоденство и миролюбие на рынке. Игорь, еще один вопрос. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы по рынку можно уже писать. Выступил Ричард Денис, один из очень известных инвесторов американских, сказал, что на рынке есть толпы безумцев. Вот так вот. Как вы отнесетесь к этому высказыванию, что рынок – это толпа безумцев? Ну, как правило, люди не безумные, как правило, их делают безумными. И большую роль в этом играет реклама, некая жадность, которая врожденная у людей присутствует. И, понимаете, ну что здесь сказать? Вот вспомните выступление, например, нашего главы Центробанка, когда она вышла и сказала, что на американском рынке все плохо, и это было несколько ниже. То есть, как бы это более понятно сказать. То есть, все, в принципе, нужно, на мой взгляд, воспринимать наоборот. Я уже говорил об этом. То есть, когда выходит новость «все плохо», значит, все хорошо. И вот, когда начинается все хорошо, тогда нужно ждать какого-то подвоха. И вот то, о чем я говорил выше, именно в рамках выступления главы ЦБ, как раз-таки, видимо, нужно было кому-то покупать акции перед каким-то ростом. То есть, обычно, ну, общую массу безумцев, как вы выше сказали, загоняют либо в лонг, либо в шорт. Я не к тому, что там существуют кукловоды и прочее, но невольно начинаешь думать именно об этом, потому как через средства массовой информации, различные источники, появляется такое руководство к действию, которое зачастую идет вопреки здравому смыслу и техническому анализу. То есть, не я придумал, это придумал Ричард Деннис, как бы американский инвестор. Рынки – это толпы безумцев. Такая фраза сегодня обсуждается. Поняли вас? Спасибо большое. Игорь, у меня к вам вопрос как-то специалисту по анализу фондового рынка. Вопрос такой. Вчера Пандора, датская компания, объявила о том, что она отказывается от обработки добываемых алмазов, полностью переходит на искусственные алмазы, они на 70% дешевле. И в результате я думал, что акции свалятся этой компании, а они выросли на 9%. Вот как вы считаете, что это означает? Во-первых, ожиданно это для вас или нет? И что это означает как поддержка искусственных алмазов? Во-первых, я, естественно, не отслеживал акции конкретной компании. Естественно, я не помню всех котировок и кто там что где сказал. Одно могу сказать точно, что фундаментальные новости, ну, точно для себя, а каждый воспримет эту информацию как захочет и посчитает нужным. Фундаментальные новости никакой роли вообще не играют. Есть технический анализ и график развивается по определенному алгоритму. Об этом мы говорим и в закрытом чате более подробно. о том, что не стоит вообще обращать ни на какие новости внимания. И с большей вероятностью, опять же, есть вероятностный подход, с большей вероятностью я оказываюсь прав и, ну, вообще, последователем технического анализа, который рассуждает именно в том ключе, о котором я говорю. А что это за компания? Что внутри этой компании? Ну, все же мы понимаем, что ни одна компания, по сути, не соответствует своей рыночной капитализации. Но это уже показатель самый первый, который говорит о том, что, наверное, на это не стоит обращать внимание. Что касается искусственных алмазов или обычных алмазов, я считаю, что все натуральное всегда будет в цене. И все, что искусственное, все-таки являться будет неким дополнением, возможно, каким-то заменителем. Это, знаете, как есть кожа натуральная, а есть кожа зам. Вот. И элитная, и недвижимость, элитные машины, и алмазы натуральные, это тоже элитный сегмент рынка, на мой взгляд, всегда будет в цене. Я понял вас ясненько. Ну, вы знаете, в цене-то да, но просто постепенный отход от натурального, от искусственного, во многих сферах происходит, ну, например, знаете, та же обувь, раньше была кожаная, да сейчас она практически вся синтетическая, и мы совершенно спокойно ходим, там, всякие инновационные разработки, дышащие материалы и так далее, так сказать. Вот. Поэтому, мне кажется, уже привыкли. Ну, то, что, я так понимаю, что для вас то, что акции Пандоры выросли на 9%, это вы как бы неожиданно, а вы думали, что если они отказываются на натурального, акции пойдут вниз. Или вы вообще на эту тему не думаете, скажем так? Я вообще на эту тему не думаю, для меня есть импульс, есть 1.618.1.764, есть 2.618.2.764, консолидация, где набиралась позиция, либо разгружалась позиция, и все. Меня не интересует, и вряд ли меня кто-то сможет переубедить в обратном. Друзья, ну вот вы обращаете внимание, да, что человек отрицает фундаментальный анализ в принципе как таковой. Вот вы представляете, сколько сейчас на него кинутся людей, если я опущу их в эфир. Вот, потому что есть же люди только в фундаментальной анализе торги. Абсолютно. Да, поэтому, друзья, у каждой, каждая работа... Welcome. Север пишет, не согласен с вами, Игорь, по алмазам искусственные выращенные в особых условиях кратно дороже натуральных. Нет, Север, сама Пандора пишет, что 30% стоимость искусственных алмазов от натуральных. Вот для самой...